Доброго времени суток. Добро пожаловать на канал Пьер Мансер. И это очередное видео по игре Фронт Мишн 3. Приятного просмотра. В прошлой серии мы закупились в очередной раз и зашли на базу, куда нас отправил посланник. Как бы его назвать-то? Шпион, так сказать, отправил нас на базу. Но нас там обнаружили и мы бились на той базе. Ну, сейчас будем продолжать. Пошли вперед. Продолжаем играть. Так, прогрузочка. Так, мы уже куда-то спускаемся на лифте. Это внутри базы, я так понимаю уже. Это странно. Что это, Денис? Я слышал, что Луков должен быть здесь. Может, он знал о нас и скрылся? Я ждал вас. Вы провели меня этой своей небольшой операцией. Пришло время отдавать должок. Вот и моя ловушка. Если миссия будет, значит, выполнена, мои начальники будут довольны. Вы будете все принесены в жертву. А здесь много ребят. Все сделано. Луков здесь нет. Черт, как они... Как они... Если они хотят боя, они его получат. Вот тебе и шпион, блин. Так, Казуки. Эмма. Риога. Давайте Дениса возьмем в этот раз. Так, выставляем вас. Что это было? Это Напалм. Повсюду. Не взорвитесь сами. Зайф этого танка нанесет вред ближайшим юнитам. Взорвется один танк в начале каждого хода. Так, желательно вообще не стоять рядом с этими... Танками, я думаю. Ну что, начинаем. Так, мне кажется, я зря так начал. У них тут у всех защита от обычного оружия, как такового. А у нас, блин, защита от огни... Как его назвать-то правильно? От оружия, которое несет огненный вред, как сказать. Ну, а ракетница от оружия, которое жарит, так сказать. Что-то, по-моему, нас сейчас раскидают здесь немножко. Ох, мы ему сломали руку. Он нам больше не вреда не нанесет, как такового. Но он тут не один такой. Тут, кстати, много ближайших еще. Настолько я вижу. Ох, я чувствую, нам здесь лицо поломают. Ток в путь. Давайте, попробуем глушить. Не, не получится. А зато выброс получился. Можно и выбросить. Что, нормально? Так, а ты там стой. Не лучше не широкись. Так, что мы можем сделать? Мы, наверное, сделаем как? Подойдем вот сюда. Мы будем атаковать вот этого товарища. Нам бы его посели побыстрее бы убить, но... Чтобы он не залез обратно в свой ланзер. Нам это на руку не сыграет. Вообще ни разу. Так, ну и, Риога, давай. Добивай его. Отлично, все. Так, минус получается почти два. Потому что тот вообще без этот самый теперь бессильный. А этот мы захватим уже. Ну, я думаю, лучше нам от этого не станет точно. Так, нас здесь обходят сзади уже. Ну, то, что там взорвался здесь, это, конечно, хорошо, но лучше бы он с другой стороны взорвался. Так. Че, атакуем это? Так, повернем карточек, поудобнее, думаю. Угу, 220. Прямо атакуй. Угу, x2 опыта еще получил. Получила. Так, Риога, давай. О, увеличение, отлично. Так, 94%. Еще одно увеличение. Давай еще одно. Ну, ну, что ты, ну. В ноги. Понятно. Они так не взорвутся. Никто найдет. В приколах, так сказать. Так, давай. Отлично. Вот просто шикарно. Почему-то я так и думал. Так, продолжаем. Ну, это, кстати, все и плохо, как могло бы было быть. Падай. Не захватим так покалечен. Собственно. Нужен он нам больно. Одного уже захватили, уже хорошо. Ой, а мы очередной уровень. Так, давайте его уберем. Он не мешал, суть, наконец. Ну, это стоит, мешается. Еще одно увеличение. Все, отлично. Полностью разбили. Скажем так, нам от этого лучше будет только. Давайте, стреляем. Так, ну, у него уже минус два щита. Нам от этого только лучше. Ну, и давайте мы щитом защитимся, что ли. О, совсем по чуть-чуть хп отбил. Так, этот ходить начал. И это не есть хорошо. Он как будто знал, что именно этот будет взрываться танк. Танк с напалмом. Ясно. Понятно. Так, он будет только отбиваться. Отбиваться нам не надо. Я не хочу, чтобы он отбивался. Надо ему сломать эту руку, чтобы он перестал отбиваться. Лего, давай. Хрен с ним. О, отлично, у тебя увеличение же есть. Надо про это не забывать, а то, бывает, забываю. Хотя, тут забудешь, конечно. Когда такой урон он наносит, блин. Урон он в этот момент наносит прямо у ему. О, контузила. Он будет тратить больше очков АП, чем тратит обычно. Больше я не знаю, на что влияет этот контузия. Потому что предположение не имеет. Да, он отходил чисто из-за того, что танк взорвется. Ясно. Хотя сам он сидит в танке. Как бы это смешно не было. Сдается. Ой, серьезно. Самое время, блин, сдаваться. Ну ладно. О, я еще умудрился его заплатить. Второй. Ланжер заплаченный. Так, давайте тогда переходим. Атакуем вот этого товарища. Просто, блин, ближников еще кое-как можно это самое. Увернуться или ударить им так, чтобы, блин, руку им там поломать ногу или что-нибудь еще. Чтобы он ходить там перестал на далекие клетки. То вот с этими друзьями все сложнее куда. Они же дальненькие, скажем так. Они всегда атакуют через минимум три клетки. И нам это вообще не очень-то и выгодно, скажу честно. Поэтому с людьми и с дробовиками надо разделываться сразу. Потому что урон у них выше, чем, например, даже у тех же пулеметов. Хотя пулеметы тоже неплохо так бахают. Че? Эм, это что сейчас за пауза была? Погрузка чего? А? Как он называется? Тайта. Мне не понравилась эта пауза. Такое ощущение, что че-то, блин, должно было закончиться. Или пропущен какой-то диалог. Но была полная пустота, поэтому я даже не знаю, что там произошло. О! Ну мы будем атаковать вот это вот, товарища. До того просто не доставало, я-мо. Она уже даже без скиллухи дамагу по пилоту, бьет по пилоту. О, отлично. Сломал. Рега сломал. Щит. Ты все так же и будешь стоять со сломанным щитом? О, тоже начал пробивать. Давай, Деннис, добивай его. Молодца. Деннис просто красавчик, на самом деле, в этом плане. Сейчас, в данный момент был. Имеется в виду. Так, а вот эта ранкетка может атаковать такой вещью, как ракетница. Ну, не ракетница, а как он называется? Гранаты. Он типа по площади бьет. Это, конечно, все неплохо. То, что он там один остается, вот его мы сейчас одолбанем. А то что это он там? Но все же. Давай лароксином. В голову, пожалуйста. Ну, зачем ты по ногам ешь? Эмма, хотел сказать, казуки, а потом. Нифига, это не казуки, это же Эмма. О, какая красота. Серьезно? Хватит, успокойся. Стрелять ты сегодня больше не будешь точно. Точнее, бить нас. А вот этот будет. И какую площадь он выбрал? Это пипец. Он сейчас и своего задамажил. Ну, точнее, ванзер своего, который мы хотели захватить изначально. Опять пауза. А, это, по ходу, танки закончились. Точнее, там есть еще один танк, но... По мнению игры, они закончились. И он перестал их бить. Взрывать, точнее. Их с два опыта. Нет, мы не будем ходить им. А, нет, будем. В любом случае нам надо это сделать. Думал, за углом спрятался. Не, нифига. У тебя не получится сейчас спрятаться за углом. Так, сейчас будет больно. Всем причем. Всем понемножку. Великой. Главное, чтобы ничего не поломали. Танки больше не взрываются. Это дело в танках. Понятно. Стой на месте. А вот и бей. Тайна сколько осталось? Ну, давай ты подходи поближе и тоже бей. Вот и победа. Ну и отлично. Ходов, наверное, много потратили. Невозможно. Я не хочу умирать. Я рожден, чтобы командовать этой армией. Да, я на один ход всего лишь на все больше сделал, чем надо было. Ну, хоть я тонко захватил. Уже хорошо. Где Луков и Алиса? Скажи. Я не уверен. Может, они заманили нас сюда, чтобы скрыться. Что вы говорите? Что посланник ненадежен? Посланник, наверное, продал нас. Так что посланник работает с Луковым. С Лукавым, наверное. Разве это не странно? Враги устроили засаду. Вы думаете, что о наших планах кто-то сообщил врагу? А где же остальные юниты, которые должны были помочь? Это неплохой шанс, чтобы обмануть их тоже. Отходить. Нам нужно изменить свои планы. Ну, как я и говорил, нас предали, так сказать. Причем предали... Кто хрен его знает кто. Но кто-то нас предал. Причем очень сильно предал. Обидно даже, конечно. Ну, да ладно. Мы же, главное, отбились. Никто не умер. Все хорошо. Ну, как раз противника, конечно. Так, ну и давайте еще одно миссию сделаем. Я все-таки надеюсь, что Маркус к нам все-таки присоединится. Очень было бы к месту, на самом деле. А может и не присоединиться. Что могло бы быть хуже. Они знают, где мы. Здесь небезопасно. Да, затем они нападут именно сюда. Уходим. Я думаю, мы отправляемся. Откуда? Это трудно слышать. Подожди. Как это? Слышите, вы нас слышите? Отвечайте, черт! Это холод. Вы болваны. Дайте, если вы еще живы. А как живы? Вы все в порядке? Нет, нас застали врасплох. Все мертвы, кроме меня. Где вы? Допрос изменника в посольстве. Вы захватили посланника? Он сказал, что враг направляется к вам. Уходите оттуда и давайте встретимся в посольстве. Что вы собираетесь? Может быть еще ловушка. Возможно. Мы не поможем. Алиса, если будет здесь. Если будем здесь. Так, давайте с Эммой. Ты прав. Нам не спасти Алису, если будем. Риога. Тут воняет. Наверное, это все. А, Деннис? Нужно принимать теперь решение. И Юн. Замолчи вперед в посольство. Вы не знаете. Взрослым нужно поговорить. Ты, наверное, и не думал, что будет такое. Юн прав. Юн права. Вы называете меня идиотом? Нет, нужно отправляться к послу. Нам нужно спросить посланника о Лукове. Да, Алиска это часть игры. Хорошо. Нужно уходить, покуда тут нет врагов. Ну вот, как-то так. Как, собственно, я и был уверен в том, что... Так, давайте в бар зайдем после этой миссии. Может, там что-то поменялось. Если ничего не поменялось, то все, уходим в посольство. И забываем об этом, как о страшном снег. Бармен. Нет, здесь ничего не изменилось. Тогда уходим отсюда. Собственно, что здесь делать-то тогда. Пойдемте спокойненько в посольство. Все-таки Маркус к нам примкнет. Я думал, он не примкнет. Это Браво, по-моему. Команда Браво. Здесь такая средняя сложность миссии будет. Я ее помню плюс-минус. Много танков будет, по-моему. Так. Я же знал, что это ловушка. Я был прав. Так что командир работает на Луково. Так, танкетки. Мы должны найти посланника. Он знает, где Луков. Да, легче сказать, чем сделать. Эй, я ждал вас. Теперь мы можем уйти отсюда. Их бронированная машина сбила их же вертолет. Они сражаются между собой. Эй, я не враг. Не стреляйте. Нет, он за нас. Осторожно, мы сражаемся. Вперед! Вот он, как раз-таки, тот самый Маркус. Мы его сейчас должны, как бы, защитить. Так, ну, здесь, я думаю, оставлю так, как есть. На огне. Потому что здесь очень много вертолетов. Отчего вы защищаетесь? Отлично. Иди-ка сюда. Иди, дорогой, сюда. Я, конечно, понимаю, мне будет больно, но иди-ка сюда. Маркуса здесь никак нельзя потерять. Но после этой битвы, вроде как, он с нами пойдет. У него интересный ванзер. Он здоровый, как я не знаю что. Подождите. Она только что получила ранг Б, да? Да, ранг Б. Мне показалось ранг Д. Я уже хотел было немножко офигеть. Так, что у них тут имеется? Ракетки есть. Причем много ступой у них, у этих ракеток. Ладно, давайте. Начинаем. Потом мы так доиграем, себя чувствую. По-быстрому эту миссию пройдем. Главное, чтобы этот Маркус не лез, пока ему не следует. Хотя здесь поумнее, как бы, компьютер немножко. Ну, правда, не во всех случаях. Например, когда играли эти ученые, это было что-то с чем-то. До сих пор помню. Так, куда идем? Убить? Не бить, не бить. Уходи, поворачивайся. Блин, по телу 260. Это больно. Я же почувствовал его удар. Так, а вы пока постойте, постойте. Не лезьте, пожалуйста. Будьте, будьте добры. Защита от дробевиков. Плохо, конечно. Нет, на второй удар он не распространится. О, пилот дамаг. Прикольно. Давай. Отлично. Почти уничтожил левую руку. Блин, второй раз попали по руке. Ой. Второй мы по телу попали. Блин, это больно. Все, хватит. Откулачился. Хотя, на самом деле, по факту, нам вертолет бы еще надо было снести в этом ходу. Ладно. Ну и куда тебе несет? А, нифига себе, как ты решил сделать. А зачем так сильно выдвигаться вперед? Какую интересную малую. Ну ладно. Куда полетел-то? А, тоже отлетаешь в сторону. В сторону, чтобы бить посильнее. Ну как, посильнее ты от этого не ударишь? Ну блин, вот. Я точно уверен, что он тем самым своим движением приманил тех людей, которые стоят отдельно. И если сейчас они начнут ходить, то будет больно. Потому что у нас у двоих хп осталось совсем по чуть-чуть. Давай тоже кулачком ответим. Ты-то можешь на двойную сторону возвестись. А, у тебя оглушающий удар. У тебя куда интереснее вся ситуация. Шок. Все? Блин. Был бы забавно, если бы ты не в шок его. Да, вот оно. Я о чем говорил. Я вот не знаю, не помню, точнее, Маркуса можно потерять в этом бою или нет. Маркус-то не вечный все-таки, если бы честно. Ну, он довольно-таки сильный в этом бою, на самом деле, в этой танкетке. Ну, по-моему, сейчас он помрет. Да. Не очень-то лицеприятно это зрелище. Ну-ка, победа. А, только пилота игрока. На, тогда можно не беспокоиться сильно. Все, отстрелялся. Молодец. Так, ну что, Юншенг. Что нам еще? По вертолетам. Надо его снести, иначе он нам много проблем сделает. О, выброс. Прикольно. Так, ну-ка, подкатываемся поближе. Пистолетом он намного ничего не сделает, а вот вертолетом он мог бы что-нибудь сделать. Поэтому уничтожаем вертолет. Захватить мы все равно эту технику не захватываем. Было бы, конечно, забавно, если бы мы ее захватывали. Типа, продавать ее можно было бы самим в нее садиться. Ну, раз нельзя, так зачем? А так он меньше вида нанесет. Пистолет все-таки пистолетом. А вот, блин. Как это назвать-то правильно? Я аж мысль, ход мыслей потерял. Блин, Маркус помер. Недолго музыка играла. Я, честно говоря, даже сейчас не знаю, блин, останется он с нами или нет. Я его просто первый раз потерял. Кто-нибудь умрет? Нет, фух. Пулеметиком, ответь. А, он даже не попал. Класс. 18-19% всего. Блин, даже попал. Опять же, 19%. Убил. Класс. Риога, ты меня радуешь. Там было всего-то ничего, 19%, а ты взял его и убил. Так, ну здесь все. Ты просто не достанешь. Не то, что не попадешь, а просто не достанешь до него. И здесь та же песня. У тебя 1 АП всего. Отлично. Так, чего мы имеем? Надо вот этого чудака убивать. Он же еще живой. Чем кто? Так, подходим поблизже. Начинаем его это воорудовать. Ездить ты перестанешь точно. Да и ходить бросишь. Тут мелкий, как-нибудь с ним чуть позже разберемся. Он нам сейчас в данный момент особо сильно проблем не доставляет. Я вот, правда, сейчас зря это сделал. Надо было хильнуться. Юн. Чем кто, конечно. О, двойной штурм. Все. Пацан, успокойся. Доигрался. Я тебя поздравляю. Мог бы и не нападать, на самом деле. Просто подождал бы, когда добили. Так даже лучше. Кого? А, ну, Риога можно. Он полный. Он вообще слиховый. Ай, попал. Да. Бери, Риога тоже, а. 49 хп осталось. Так. А вот это уже становится интересным. Юншенк. Давай вот этого, товарищи. Это он там что-то это. Как-то развеёживался, знаете ли. Так, Эмма, а ты? Разберись вот с этим мелким, а, наконец. С вертолётчиком этим. Блин, у него вроде пистолет был. Чё это он не контратаковал меня. Странный тип. Пад. С этими людьми мы чуть позже разберёмся тоже. Сначала надо с катерами с этим разобраться. С танкетками. Нам от этого только лучше будет. О, у Риога уровень. Так, а теперь отходим. Брахо, Рион, ТМК. Хп-чки поднимите. О, отлично. Это восстанавливается, как бы. На, у меня АП нету. Ух, какой ты далёкий. Молодец. Продолжаем. Ох, 70 хп. Ну, я тебе тоже 70% отнял где-то. Я думаю, ты не сильно расстроен. Ой, нет, не 70. Сколько там? А 10. 12 хп. Ой, от 20-12 хп. Это у нас 60% плюс-минус. Ну, этот почти все 100% отнял. Почти. Ну, всё. Не все выиграно. Стричь клир. Вот интересно мне. Платина. Отлично. Вот если бы мы не потеряли Маркуса, у нас бы не было минус 2%. А так, минус 2%. Мы его вообще спасти должны были. Но не спасли. Обидно, конечно. Ну, ладно. Куда деваться. Главное, дальше с ним плохо не поступать. Не терять, так сказать. Что это было? Посланник. Чёрт, тут ещё один мобильный юнит. Посланник был задержан. Мы сбились с курса. Только не говори, что Луков уйдёт. Мы уже рядом. Эй, не забывайте обо мне. Я уже узнал нахождение Лукова. Что-то я потерял суть нити разговора. Почему вы выбрали вражескую бронированную машину? Да я замешкался. Я допустил ошибку, оставив моего Ванзера. Они как-то зашли со стороны. Я должен был... Я был должен угнать машину? Нет, там всё-таки я должен был угнать машину. Всё было бы кончено, если твои ребята опоздали бы. А? С меня уже хватит. Где Луков? Да вот оно. Луков направляется в туннель. Он направляется в Дахаджонг? Через подземный туннель? Да, все эти ловушки сделаны, чтобы он мог бежать. Теперь мы можем спасти Алису. Быстрее, вперёд. Эй, стой, а как же я? Вы что, шутите? Теперь мы работаем отдельно от военных. Всё ясно? Ладно. Планы следует всегда изменять. Ха-ха-ха-ха-ха. Вы умеете думать. Так кто ваш лидер? Эмма. Я Маркус Армстронг, командир армии. Перейдём к делу. Мы хорошо сработаемся вместе. Ладно, если возникнут вопросы, я помогу вам. Даже если спросите, он не сможет отвечать. Да. А, да, вы правы. Эй, подождите, помолчи. С тобой хорошо работать, босс. Приступим, Луков уходит. Ну, давайте сохранимся. Ну, а на этом всё. Если понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Увидимся позже. Пока.